Музыка Пришло время подвести итоги пятницы 27 января в студии Кристина Берияева. Добрый вечер. В региональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошла пресс-конференция по итогам 16-го съезда. Цель пресс-конференции, как пояснил руководитель полицовета Тимур Артабаев, донести до СМИ жителей республики тезисы съезда. На 16-м съезде партия провела выборы в два органа – Высший совет и Генеральный совет. В Генсовет партии от нашей республики вновь была избрана Людмила Токаева. Это не просто формальная процедура, но и показательный процесс для глав регионов, которые в разной степени смогли обеспечить победу «Единой России». В первый день съезда работали семь дискуссионных площадок, в которых приняли участие и делегаты от Северной Осетии. Во второй день съезда был заслушан доклад председателя партии Дмитрия Медведева о результатах работы «Единой России». Также подведены итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации и в местные органы власти. Обсуждена реализация партийных проектов. В 2017 году стартуют новые партийные проекты «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов» и «Местный дом культуры». Как рассказал руководитель Северо-Остинского регионального исполкома «Единой России» Марат Кудзоев, наша республика будет представлена во всех четырех. Их координатами стали депутаты Госдумы Зураб Макиев и Артур Таймазов. Только по программе «Городская среда» на Северную Осетию выделяют 140 миллионов рублей. Вместе с городскими властями будут отработаны придомовые территории, которые планируется отремонтировать на деньги партии. На прошедшей пресс-конференции глава администрации местного самоуправления Борис Албегов рассказал о начале масштабных работ по обновлению лифтового хозяйства Валдикавказа. Практически во всех многоквартирных домах города подъемные механизмы не менялись с момента ввода здания в эксплуатацию. Обещания не заставили себя долго ждать. На прошлой неделе сразу по нескольким адресам началась замена изношенного лифтового оборудования. Уже сегодня глава администрации лично ознакомился с качеством установленного оборудования. Работы в доме номер 248 по проспекту Даватора были завершены накануне. И жильцы уже успели воспользоваться новым лифтом. Старый, по их словам, зачастую не работал, был неудобным для передвижения. Новый, современный, практически бесшумный, произведен известной своим качеством фирмой «Отис». Всего для нужд Владикавказа приобретен 21 подъемный механизм полной комплектации. В ближайшее время новые лифты будут установлены по следующим адресам. Гукаева 6567, Кесаева 39120, Московская 321, Московская 322. Есть у нас такие больные, которые вообще с трудом ходят. Я-то еще как-то, но там есть такие больные, которые уже сколько лет они не выходят. Потому что нельзя, пешком по лестницам нельзя им. Не работал постоянно, ну, было, часто ломался. Ходили так пешком. Ну, я не знаю, как отблагодарить вас. Вот от всех, от всех наших подъездов, вот, большой благодарность. Потому что, знаешь, дети маленькие, их надо вывезти в садик надо, в школу надо, со школы надо. Это поздно вечером приходит. И было очень трудно. Девочка, которая без преувеличения смогла бы сыграть Ноктюрн на флейте в досточных труб. Ребенок-поклонник таланта Роберта Рождественского и Осьфа Бродского. Поющая песни Валентины Толкуновой и мечтающая о встрече с Жанной Агузаровой. Сегодня стала гостьей Владикавказской администрации. Махарбек Хадарцев – учредитель Ассоциации социально-активного бизнеса, а шестилетняя Николь Плиева получила сегодня от председателя Гордумы и Ассоциации именную стипендию. Глава Владикавказа также вручил девочке подарочное издание произведений Коста Ахитагурова. Журналистам Николь рассказала о своих предпочтениях в литературе, о друзьях, увлечениях и планах на будущее. Николь мечтает стать, как ее мама Залина, врачом, а пока принимает участие в съемках программ, фильмов, озвучке мультфильмов. Махарбек Хадарцев пожелал Николь дальнейших успехов, а девочка, в свою очередь, пообещала до следующего визита в Северную Осетию выучить стихи на родном языке. Сегодня вечером все желающие смогут пообщаться с Николь в торговом центре Алания Мол, где состоится ее небольшой творческий вечер. Все начинается с любви. Я это точно знаю. Все. Даже ненависть родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. С 20 января муниципальное унитарное предприятие Владикавказский информационно-расчетный центр возобновило свою работу. Решение о возобновлении работы было принято главой администрации местного самоуправления Владикавказа Борисом Албеговым. Уже несколько дней жители города имеют возможность оплачивать услуги, как говорится, в одно окно. В ноябре прошлого года СМУП Владикавказский информационно-расчетный центр в одностороннем порядке расторгнуло договор предприятия тепловых сетей. Как нам рассказал заместитель директора центра, 40% от всего количества собираемых платежей приходилось именно на это предприятие, и расторжение договора ставило под угрозу платежеспособность центра. 19 ноября теплосети в одностороннем порядке расторгли с нами договор. Порядка 35-40% дохода нашей организации приходилось именно на теплосети. Соответственно, это моментально отразилось на финансово-хозяйственной деятельности МУПВИРС, что, собственно, и привело к ликвидации. Жителям города Владикавказ абсолютно нечего волноваться. МУПВИРС работает в штатном режиме. Постановление о ликвидации отменено. Большое количество жалоб со стороны населения и управляющих компаний на неудобства и сложности в работе без ВИРС все же свое дело сделали. Сейчас все 16 офисов информационно-расчетного центра принимают платежи. Люди вернулись к привычной схеме оплаты. Раньше более удобнее было, так как они почти все услуги принимали, а сейчас они услуги все не принимают. Отопление не принимают, засвет. И очень неудобно. Я думаю, не только лично меня это касается, но и касается граждан города Владикавказа. Поэтому хотелось бы обратить внимание городоадминистрации, чтобы они решили этот вопрос, чтобы все в одно окно можно было прийти и заплатить. ВИРС можно оплатить за коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, техобслуживания, лифта. Также за сотовую связь, интернет, телевидение, кредиты и детские сады. Пока в перечне нет услуги по оплате за теплоснабжение, горячую воду и электроэнергию. Но уже в ближайшее время в офисах будут принимать оплату за эту услугу. Мастер-класс от звезды спорта, эстафеты, викторины и командные игры. Сегодня во Владикавказской школе номер 44 прошло шумное спортивное мероприятие. Главным гостем которого стал чемпион Европы К1 по версии Всемирной федерации кикбоксинга Тимур Айляров. Он провел с ребятами разминку, практически такую, какую делает сам каждое утро, вот уже много лет подряд. Позже под его руководством состоялась и эстафета. Организаторами этого праздника спорта и молодости выступил Комитет молодежной политики спорта администрации местного самоуправления Владикавказа. Как подчеркнул руководитель комитета Марат Басиев, основные задачи, которые стоят перед его ведомством, это организация массовых культурно-спортивных мероприятий, направленных на продвижение спорта среди широких слоев населения. Привлечение к работе по физическому воспитанию граждан, именитых спортсменов. Поиск наиболее эффективных форм работы в вопросах пропаганды физической культуры и спорта. Это стимул, я считаю, для молодежи, так как мы смотрели на тех же наших старших, на Арсен Семан Шефаза, на Махарбека Хадарцева, на всех наших прославленных спортсменов. Мы также смотрели, мы хотели стать такими же и хотя бы чуть-чуть приблизиться к ним. И только цель, и целеустремленность, и также и младшие наши поколения смотрят на нас. И я думаю, что и Суслан Рамонов, и Мурат Гасиев, и все мы являемся для них стимулом. Я рад, что много наших ребят занимаются и ходят на уроки физкультуры, чтобы росли здоровыми, сильными. И это очень приятно наблюдать, поэтому я буду чаще почитать такие мероприятия. Такими событиями запомнится пятница, 27 января. Все выпуски программы «Семь минут с гордом» вы можете посмотреть на официальном сайте администрации местного самоуправления города Владикавказ. До свидания и хороших выходных!